Ну, раз я сказала, что нам нужно избавляться от токсических соединений, а печень – это тот орган, который помогает избавляться от них, соответственно, главным симптомом поломки в печени будет то, что мы не избавляемся своевременно от токсической нагрузки. А токсическая нагрузка – это что? Это интоксикация, да? Вот давайте предположим, вы там надышались какой-нибудь краски, и какие у вас будут симптомы? Ну, главная боль, первое, что вас будет беспокоить, это, конечно же, главная боль, да, то есть тошнота, главная боль, иногда головокружение – это вот такие самые основные принципы, которые очевидны при токсической нагрузке, при интоксикации, они очевидны. Это различные заболевания, особенно это касается заболеваний женского характера, особенно если мы говорим про, там, эстрогенозависимые, например, заболевания, это доброкачественные различные образования, такие как миомы, кисты, различные фиброзы, полипы, все, что растет под действием эстрогена, да, эстрогенозависимые, они так и называются. Почему так происходит? Во-первых, наш маленький заводик по переработке токсинов не справился, да, то есть отправил его дальше, там, например, к желчному, желчный тоже не справился из-за того, что там дисконезия, перекруты или какие-то еще холециститы, например, да, и мы не избавились от токсических соединений, потому что, как я уже сказала, наше тело каждый день продуцирует различные токсические соединения сам по себе, помимо вот этих бактерий и грибов, мы сами по себе тоже продуцируем токсические соединения, которые, от которых мы избавляемся, да, с помощью печени. Опять же, все гормоны, которые прошли свой цикл, например, выделились гормоны яичниками, прошли свой цикл, усвоились в таком количестве, сколько нужно, и потом уже переработанные гормоны должны вывестись из организма, потому что они не нужны, они уже становятся токсичными, опасными для нашего организма, и они должны через печень утилизироваться и далее вывестись через желчный ток, да, потому что это водичка, которая вытягивает, соответственно, уже переработанные вот эти токсины, и далее поступает вместе с этим ДОПРОМ в кишечник, и в кишечнике это с помощью микрофлоры, с помощью головых масс должно, соответственно, продвинуться и уйти, и вот точно вот по этому принципу мы избавляемся от токсинов, если я говорю про желудочно-кишечный тракт, да, есть еще с помощью кожи избавление от токсических соединений в меньшей степени, но тут уже задействована лимфа, про это я тоже расскажу, так вот, продолжаем тему, и этот эстроген, например, переработанный мы не смогли утилизировать из-за проблем с печенью, или, повторюсь, что не смогли мы его вывести из-за, там, перекрутов в желчном, из-за того, что у нас нарушен желчаток, густая желчь, да, которая никак не может течь нормально и своевременно выделяться в кишечник, да, чтобы при этом еще и запоров у нас не было, потому что желчь – это главный стимулятор кишечника, который запускает продвижение по кишечнику каловых масс, и, соответственно, например, нет у нас достаточно желчи, или у нас проблемы с желчатоком, все, уже на этом этапе мы эти гормоны опять всасываем обратно в кровь. Эстроген, да, мы всасываем этот эстроген. А эстроген, помните, я вам говорила, это гормон, который стимулирует рост, который… Так, эстроген – это тот гормон, который стимулирует рост. Почему коровок пичкают именно эстрогеном? Чтобы они росли, да, у них мясо начинает расти на эстрогене, они больше дают молока на эстрогене, да, потому что это продуцирующий гормон. И точно так же у нас, все, что у нас должно расти, будет расти еще сильнее под действием этого эстрогена. Если есть какие-то миомы, кисты, это все будет очень хорошо стимулироваться эстрогеном, да. То есть получается, что неоправдана терапия гормонозаместительная при вот таких историях, да, эстрогензависимых. То есть получается, у женщины на эстрогене растут миомы, кисты, а ей гинеколог назначает синтетический эстроген, например, да. То есть это не то, что избавит ее от какой-то истории с эндометриозом, а наоборот, если это особенно противозачаточные таблетки, то это, наоборот, усилит историю с ее вот этими доброкачественными образованиями, это, во-первых. А во-вторых, лишний раз нагрузит печень, да, потому что синтетические гормоны очень сильно нагружают печень, раз. И синтетические гормоны нагружают очень сильно почки, два. И, конечно же, лимфу, и должна вам еще, так сказать, сказать, что гормоны синтетические сгущают желчь. Вот. То есть если вы принимаете какие-то синтетические гормоны, даже если вы принимаете там эльтероксин, желательно заниматься желчьотоком. Вообще всем желательно заниматься желчьотоком, учитывая то, в какое время и в какой экологии мы живем. Я всегда настаиваю на том, чтобы человек курсами проходил желчегонные программы, да. Я сама, хотя мне, в принципе, уже нет необходимости в этом, но я понимаю, что не всегда я могу питаться нормально, и не всегда я понимаю, что качество продуктов хорошее, или я живу... В наше время, да, я, конечно, понимаю тех людей, которые меня спрашивают. Вот, Светлана, ну, раньше никто ничего не делал, и жили хорошо все. Ну, раньше другое время было, во-первых, а во-вторых, мы не знаем, жили действительно хорошо или нет, ну, насколько была качественная жизнь. То есть сейчас мы уже, у нас есть все инструменты, у нас все козыри в рукаве есть, чтобы хорошо жить, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы при этом меньше обращаться к врачу, да. Но это в наших же руках, то есть мы сами должны уметь это делать. Потому что вы сами понимаете, я, например, как человек, который ходил от врача к врачу, и не получив не то, что никакую помощь, а наоборот, получив только вред, нет, я поняла, что, ну, мне нужно самой разбираться с этим, и ответственность перекладывать ни на кого я не могу, я могу только взять ответственность на себя, да. И вы тоже должны это понимать, что, ну, врачи — это очень нужная специальность, это очень нужная профессия, но помогают они в критических ситуациях, да, то есть когда острое воспаление, когда пандемия, но когда хронические заболевания, когда человек, в принципе, условно здоровый, но он вроде бы ходит, но он вроде бы там что-то живет, что-то как-то, ну, да, болит, но он же живет, да. То есть, ну, вот в таких случаях, к сожалению, медицина, она, ну, вот такая классическая, она, как показал мой опыт, не знаю, может быть, у вас есть положительный опыт, но, как показал мой опыт, к сожалению, она не справляется с хроническими, там, заболеваниями, с хроническими воспалениями. Придите к врачу, скажите, там, у меня вялотекущее воспаление, над вами посмеются, да, скажите, что у меня, там, тканевой гипотиреоз, там, или у меня синдром протекающего кишечника, да, над вами реально будут смеяться, да, то есть еще и скажут, что что вы ко мне пришли, вообще умничайте, сидите. И, понимаете, как бы в данном случае, ну, зачем доказывать кому-то, что я не верблюд, вот. Просто, просто сами себе делайте отметочку, смотрите, читайте, и если вы видите логику, то, конечно же, исследуйте этот вопрос, очень-очень важно, чтобы это все было логически выстроено правильно, что вы понимаете, откуда, что, зачем идет, потому что, если вы не понимаете, я вообще сторонник того, что если человек понимает, что с ним происходит в его организме, то он это легко может исправить, да, это как бы… ой, сколько вопросов… ой… очень-очень много вопросов, и я не успею сегодня ответить, потому что время очень-очень ограничено, я хотела вам рассказать тему, да, так сказать, ее подробнее раскрыть. В общем, и, конечно же, возвращаясь к теме и печени, и желчного, и кишечника, это такое трио, которое нас через желудочно-кишечный тракт помогает нам утилизировать все вот эти тактические соединения, в том числе и переработанные гормоны, в том числе и метаболиты, и, там, кандиды, и бактерий, и вирусов, и всего остального, конечно же… ой, Юлечек, привет, Катя, привет. И, конечно же, нужно заботиться о здоровье вот этого трио, это, знаете, такие большие три кита, которые отвечают за нашу детокс-систему, отвечают за то, насколько мы избавляемся от вот этого всего своевременно. Если мы не избавляемся от вот этого всего дела своевременно, что же происходит интоксикации, которые проявляются головными болями, которые проявляются, как я уже сказала, мастопатиями, ПМС, различными доброкачественными образованиями, образованиями на коже различной, то есть это красные точки, это постоянные какие-то попеломки, это та же самая пигментация, да, то есть это тоже следствие интоксикации организма, организма, это следствие того, что не справилась печень со своей основной задачей, да, и то, что… тут вообще два фактора. А, то, что не справилась вот это трио, про которое я сказала, это то, что идет настолько сильная нагрузка токсическая, что не справляются органы, да, то есть превалирует поступление токсинов над их утилизацией, да, то есть у нас должно быть ровное количество, то есть поступило определенное количество токсинов, мы их своевременно убрали из организма, потому что у нас нормально справляется с таким количеством токсинов печени, например, да, но если поступает огромное количество токсинов извне, еще и внутренние какие-то истории, которые я уже сказала, это хронические воспаления, которые очень-очень сильно перегружают и печень, и почки, и лимфу, и иммунную систему, конечно же, это будет создавать интоксикации. И это вот путь пищеварительный, да, избавление от токсинов. Дальше есть у нас еще путь через кожу, то есть экскреция с потом, и тут уже больше задействована именно лимфатическая система. Опять же, здоровье лимфатической системы зависит от здоровья кишечника. Почему? Потому что 70% лимфоидной ткани, лимфоидная ткань у нас находится в кишечнике, 70% иммунитета, потому что лимфатическая система, пишите, равно иммунная система, потому что те же самые лимфоциты – это клетки иммунной системы. Нельзя говорить отдельно про иммунную систему в разрыве от лимфатической системы и лимфатическую систему в разрыве от иммунной системы. Так вот, возвращаясь к теме детокса через экскрецию пота, у нас очень главную роль здесь выполняет лимфа, которая через межклеточную вот эту жидкость выгоняет токсинчики из организма с потом, с кожей, да, то есть мы от них избавляемся через вот такой вот путь, не пищеварительный, а вот дополнительный такой. Но опять же, вопросы, как почистить лимфу, они здесь просто не имеют места быть. Почему? Потому что лимфу почистить вы не можете, это, ну, как бы, физически невозможно, биохимически невозможно. Что вы можете сделать? Это избавить лимфу от лишней нагрузки. А лишняя нагрузка – это что? Лишняя нагрузка – это опять же те же самые патогены, да, это хронические воспалительные заболевания. Самую-самую большую нагрузку на лимфатическую систему у нас несут два представителя. Это грибки и это вирусы. Это очень-очень большая нагрузка для лимфатической системы. Если есть какая-то у вас вирусная нагрузка, предположим, у вас на общем анализе крови повышенные лимфоциты и сниженные нейтрофилы, или просто повышенные лимфоциты и моноциты, или они по верхней границе нормы. Предположим, лаборатория дает норму 45, а у вас, например, 43 или 40, да. Это уже говорит о вирусной нагрузке, это уже говорит о том, что ваша лимфа уже не в очень хорошем состоянии, потому что на нее капает, капает, капает вот эта хроническая вирусная нагрузка. Или в кишечнике избыточный грибковый рост. И по такому же принципу это идет нагрузка на лимфатическую систему. Тоже будет очень сильно влиять на состояние лимфатической системы, на состояние лимфатических узлов, потому что лимфа, помимо того, что она идет по всему организму, она еще проходит такие КПП, контрольно-пропускные пункты, через лимфатические узлы. А эти лимфатические узлы, соответственно, вот эту межтоконевую жидкость, лимфу, они через себя проводят, и вот эту бяку, которую вот эта водичка в себе собрала, они оставляют в себе, да. И почему еще вот всякие там увеличиваются лимфоузлы? Потому что не справились, потому что лимфа полна вот этих вот метаболитов, токсинов. И, конечно, когда вот это все задерживается в лимфатических узлах, то они могут воспаляться, они могут увеличиваться, они могут всячески о себе... Давайте я заблокирую. Тут один какой-то представитель балуется, да, у нас тут. Господи, каких только интересных людей не встречишь на своем эфире, да. Если вы видите такие комментарии, просто не обращайте внимания. Я уже заблокировала вот этого молодого человека, который... У меня очень много стало появляться вот таких вот залетных людей, непонятно откуда взявшихся. Так что приходится иногда мне вот так вот блокировать их. Вот, лимфатическую систему, возвращаясь, вот эта жидкость проходит, так сказать, фильтрацию через лимфатические узлы, и, конечно же, это все их засоряет. Ну, грубо говоря, да, понятное дело, что это очень такая немедицинская формулировка, но я вам стараюсь объяснить так, чтобы вы это максимально поняли и чтобы вы понимали причинно-следственную связь. Вот. Как раз-таки при нарушениях, при, опять же, воспалительных процессах вот эта лимфа, она уже не выполняет своей функции основной. То есть, получается, мы уже поговорили про пищеварительную функцию, то есть там у нас поломки с печенью, там с желчным, с почками, кстати, тоже, да, потому что это тоже искреция через внутренние органы, и уже и кишечник там задействован. Если, кстати, есть какие-то нарушения с микробиомом, это тоже будет влиять очень сильно и очень будет нести токсическую нагрузку, да, то есть потому что микробиом у нас тоже, он выполняет детоксикационную функцию, он даже пищеварительную функцию выполняет у нас, и также еще и ферментативную, да, то есть выделяет какие-то ферменты для переваривания и помощи всасыванию в кишечнике. Вот, то есть получается, если у нас пищеварительный детокс нарушен, у нас нарушен лимфатический детокс, у нас нарушен почечный детокс, если есть какие-то проблемы, пионофриниты, если есть пионофринит, сложное название, да, а если есть какие-то там камушки, песочки и все остальное, то тоже будет нести в себе поломки в детоксе. Это, представляете, то есть у нас тело такое, организм, он везде пытается компенсировать, взять где-то что-то на себя. Так вот, и приходят на их спасение другие органы, близлежащие, которые не должны, в принципе, этим заниматься. Например, возьмем матку, да, женский орган. Это вообще орган, который не должен вообще задействован, был быть в детоксикации, но он задействован, потому что не справляется. Экстическую нагрузку на себя берет матка, эндометрий, да, то есть копит на себе вот эти все токсины, и единственный способ избавиться от них там ежемесячно при критических днях как-то вывести из себя хоть как-то, да, то есть, но это компенсаторный механизм, он не предусмотрен природой, и поэтому, конечно же, это порождает сложности, такие как эндометриоз, полипы, миомы, да, и это уже в первую очередь говорит о том, что задействован тот механизм, который, в принципе, не должен был быть задействован, но только он задействован как компенсаторный. Да, справляемся хоть как-то, но при этом мы рискуем, да, то есть эндометриоз – это риск онка, то есть это мы должны понимать, что да, компенсаторный механизм, но до поры до времени, и надо переключать этот компенсаторный механизм на основной механизм победения токсина, по основной механизм – это наше трио, то есть, повторюсь, это печень, это желчный и кишечник, то есть возвращаться к истокам и делать так, чтобы не было переходов на другие органы. Если лимфа, опять же, не справляется, если с потом мы не выводим токсины, каким образом мы выводим токсины? Через кожу, через сальные железы, то есть, получается, мы получаем прыщи. Не справились с потом, не вывели, нарушение лимфы, все выводим через, как раз-таки, через сальные железы. Это сыпь. Все. То есть, тоже компенсаторный механизм. То есть, компенсаторный механизм, то, что не справилась, за счет чего не справилась там лимфа, какой-то другой орган подхватывает. Это все, может быть, это нам не нравится, то есть, мы не хотим, чтобы у нас была сыпь, мы не хотим, чтобы у нас были какие-то эндометриозы, чтобы были какие-то вагиниты, вагинозы, выделения и все остальное. Там, чтобы сопли были, там, чтобы слизь была в горле. Но это компенсаторные механизмы, и они обязательны, потому что, если это все будет оставаться... Эти симптомы, это всего лишь тот самый компенсаторный механизм, чтобы хоть как-то поддержать работу органов, которые не работают нормально, и хоть как-то вывести эту всю грязь из организма, там, с помощью прыщей, с помощью, там, бородавок, с помощью неприятного, там, запаха пота, там, с помощью вот этого слоя эндометрия, с помощью перхоти, да, вот... Ну, вот так задумано, да, нам неприятно, но вы должны понимать, что вот этот симптом, это всего лишь симптом, и никакие мази, гели, свечи не решат проблему, пока мы не вернемся к истокам, как... ...детокса, естественного детокса, то есть я не говорю, что там нужно что-то чистить, нужно просто запустить те механизмы, которые у нас были предусмотрены для этого, и выключить те механизмы, которые не предусмотрены для этого, да? Понимаете суть? Понимаете вообще, к чему я это все говорю? То есть ничего не нужно, какие-то там таблетки поддерживающие пить, нам нужно просто восстановить естественные функции наших органов. Каким образом это сделать? Снять с них вот эту ужасную нагрузку, которую мы им даем, то есть вот эти токсические соединения, которые... Снизить нагрузку как минимум с пищей, то есть чтобы мы меньше токсинов получали с пищей, запустить процессы, дать полезные вещества, там аминокислоты, витамины, минералы, да? Чтобы вы понимали, что детокс печени происходит под воздействием гема, да? То есть ферру... У них в своем ядре имеют гем, а гем это железо, да? То есть если мы анемичные, если у нас ферритин ниже там 30, все, мы провалились в детоксе, уже автоматически уже печень не будет перерабатывать вот эти токсины и автоматически будет включать компенсаторные, то есть получается, что там при... ...необходимые вещества, в которых она нуждается, чтобы нормально запустить свою работу. Это первое. Второе – запустить желчь, чтобы эта желчь выводила все, что переработала печень. Кишечник, чтобы микрофлора была нормальной, позитивной, дружественной, чтобы при этом не было избыточного роста кандиды, потому что если кандида... Есть такой механизм, называется глюкоронидация, да? Она происходит в печени, происходит она тем, что присоединяется к токсину глюкороновая кислота, и она его нейтрализует, да? И потом с желчью выводится это все в кишечник. А кандида, такая пакостная, она эту глюкороновую кислоту отщепляет, и вот этот вот токсин, который был обезврежен глюкороновой кислотой, он остается... Ой, у нас уже так темнеет. Он уже остается все беззащитным, он все токсичен, снова токсичен. Глюкороновая кислота, которая его обволакивала, которая его нейтрализовала, ее уже нет благодаря вот этой злостной кандиде. Все, в кишечник поступил токсин еще более токсичный, чем он поступил, когда он был на этапе перед переработкой печенью, да? То есть вы должны понимать, что та же самая, например, кандида, она будет не только детокс нам весь, как говорится, с ног на голову переворачивать, она еще будет нам нагружать кишечник, лимфу, иммунную систему. То есть вот эти механизмы, с ними нужно работать. То есть восстанавливать наше трио, восстанавливать лимфатическую систему, работать с... Давать топливо для печени, да? Давать топливо для энергетической функции нашего организма, потому что энергия — это что? Энергия — это восстановление. Энергия — это анаболизм. Анаболизм — это когда у нас все развивается, когда восстанавливается, когда проходят свои циклы, да? Когда что-то ненужное, обезвреживается катаболизм, да? И уходит из организма. То есть для этого тоже нужна энергия. Для энергии нужны... Нужно топливо, да? Витамины, минералы. Но опять же мы понимаем, да? Что витамины, минералы не усвоятся без адекватной работы всасывания в кишечнике. Если у нас нарушена микрофлора, если у нас есть нарушение слизистого слоя в кишечнике, то, конечно же, все полезные витамины у нас уходят транзитом. И мне, наверное, сейчас сразу такой вопрос. Светлана, что же тогда делать, если надо пить витамины, но при этом проблемы с кишечником? И как же тогда? Одновременно все надо делать. Все надо делать одновременно. В схемах я всегда говорю, не делайте перерывов между этапами. Я даю подготовку, потом следом я даю работу с кишечником, следом я даю работу с детоксом. Я говорю, что не надо делать перерывов между схемами, потому что самый лучший эффект у нас будет, когда мы будем это все делать одновременно. Когда мы будем сразу работать и с нашим трио, когда мы будем восполнять дефициты. В трио кишечник уже входит, как вы уже поняли. Когда мы при этом будем работать с детоксом, налаживать нашу лимфатическую систему. И там уже автоматически подключится иммунная система. Когда мы эти все вопросы закроем, то есть мы уже с иммунной системы вот эту всю нагрузку снимем. Индоксикационную нагрузку, воспалительную нагрузку, токсическую нагрузку. Это все уже... И не нужно никаких противовирусных будет, потому что иммунитет сам начнет работать нормально. Мы его разгрузим от всякой вот этой дряни, которой он должен был в течение 20 лет, сколько мы там неправильно питались, пили антибиотики, жили как хотели. То есть в течение вот этого времени, пока он пытался там хоть как-то что-то работать, делать, мы вот будем это все дело восстанавливать, его разгружать. Понятное дело, что это не быстро, потому что... Ну, знаете, если вы там планируете за 3 недели справиться с историями, которые вы копили 20 лет, то лучше к районному терапевту обратиться, да. То есть я вам за 2-3 недели ничего... Никак не смогу помочь, да. То есть вы должны понимать, что я не бабка-шаманка, я здесь не занимаюсь всякой дребеденью, у меня комплексный подход, и глубокий, долгий, интенсивный, нелегкий, да. Вы это должны понимать. Волшебной таблетки нет и не существует. Просто дело в другом. Готовы вы работать со своим организмом? Нужно ли вам ваше здоровье, да, или вы готовы там просто на поддерживающей какой-то терапии, которую вам выписал врач сидеть? Ну, я к этому не была готова. Ну, точнее, я это... Какое-то время я проходила через это, там, порядка 7-8 лет бегала по врачам, сидела на лекарствах, и я, в принципе, не знала, что есть какая-то альтернативная, другая история, что можно как-то это еще иначе с этим справиться, да, потому что на тот период еще вообще не было никаких ни нутрициологов, ни интегративной медицины, вообще ничего тогда не было. Все по крупицам на иностранных форумах добывалось, да, то есть через такие... Через термин к звездам. Но при этом я уже начала понимать, что то, что там врачи мне говорят, это совсем не то, что мне нужно, потому что я хочу работать с причиной, да, то есть это, знаете, как лодка, у которой там дырки на днище, да, то есть мы можем просто откачивать воздух, и функции нашего организма, которые, к сожалению, дали сбой по причинам того, что, повторюсь, количество там токсических соединений намного выше, чем потенциал нашей системы организма. У кого-то более слабая генетика, у кого-то более сильная генетика, кого-то сразу срубает. У меня уже в 23 года начали... Это, знаете, как снежный ком болячек, уже в 23 года на меня это все сползло. У кого-то кто-то там до 40 лет живет и даже таблетки от головы не выпил. То есть это уже больше зависит от генетики, какой микробиом вам передала мама. От папы, кстати, здесь вообще ничего не зависит, все зависит от мамы. То есть там, кстати, если вы имеете какие-то там хронические заболевания, то есть вашей дочке, вашему сыну, это очень даже может передаться, да, на уровне генетики. Но чтобы эта генетика сработала, нужно очень сильно постараться, то есть питаться не очень хорошо, стрессовать, не любить себя, не заботиться о себе, да, как это делала я. Может быть, мои генетические программы, вот эти с болячками, они, может быть, никогда бы не задействовались, да, но мой стиль жизни помог им включиться. То есть генетика, она такая, она включается под триггером, под каким-то там стрессовым, например, фактором, под сильное какое-то заболевание инфекционное, например, да, очень сильные дефициты, очень неправильное питание. Вот эти триггеры, они задействуют плохую генетику, да, то есть если есть какие-то генетические поломки, они будут задействованы вот таким образом жизни. И, к сожалению, ну, анализируя наш образ жизни, я могу сказать, что у многих уже эти поломки были задействованы, да, потому что кто-то говорит, блин, почему ребенок там рождается, он там пожил только там два-три месяца, а у него уже какие-то там серьезные заболевания, там, у него уже какие-то нарушения микробиома, еще что-то, потому что генетика передается от мамы, да, микробиом передается от мамы, митохондриальное здоровье тоже, это все история мамы. Так. Что там у нас? Про аппендицит дабл пост. Почитайте. Сейчас. Так-так-так-так-так-так. Ладно, не буду, не буду уже отвлекаться, дорасскажу тему, и уже мне нужно будет через пять минут уходить. Я надеюсь, я рассказала механизм детокса. Конечно же, повторюсь, это вот это трио, это работа с лимфой, нужно, никого не нужно лечить. Я никого не лечу, да, то есть я просто восстанавливаю естественные функции организма. Это то, что организм должен сам по дефолту делать, но, к сожалению, не делает, из-за многих причин. Как повторюсь, наш образ жизни, который не самый лучший был до, например, до этапа подписки на Инстаграм, Лана, диетолог, да, очень часто мне кто-то пишет, что до того, как я подписалась на вашу страницу, я не очень хорошо питалась. Соответственно, до вот этого момента мы не очень хорошо там питались, мы себе там, себя не берегли, и какие-то стрессовые факторы, да, тоже на это все влияли, потом токсическая нагрузка, внутренняя токсическая нагрузка, и это все, конечно, сбивает нашу пищеварительную систему, там в тартарары летят не только кишечник, не только желчный, но и, в принципе, и желудок, потому что желудок тоже имеет свою слизистую, которая точно так же нарушается, как и слизистая кишечника, если мы говорим там про хеликобактер, то под действием хеликобактера нарушается целостный слой слизистой желудка, и при этом нарушается пищеварение, да, то есть снижается кислотность, кислотность, кстати, снижается не только при нарушении слизистого слоя желудки, также при гормональных дисбалансах, особенно при проблемах с щитовидной железой, при дефицитарных заболеваниях различных, при дефицитах витаминов и минералов, да, тоже снижается выработка соляной кислоты, очень много факторов, да, я, к сожалению, на одном эфире это всё не смогу рассказать, не смогу это всё дать, чтобы это всё объяснить, да, в курсе ЖКТ у меня 15 уроков, чтобы вот конкретно от А до Я это всё рассказать, да, поэтому, конечно же, в эфир, который там длится 60 минут, ну, совершенно невозможно это всё включить, но то, что я могла рассказала, это самое такое основное, с чем вообще нужно работать и как работать, я ещё, знаете, почему сделала, решила сделать этот эфир, потому что очень, очень, я, кстати, даже не ожидала, очень много купили комплексный протокол, прям очень много людей купили комплексный протокол, и очень много купила людей, которые до этого не покупали мои курсы, да, и я хотела ещё этот сделать эфир для людей, которые купили комплексный протокол, чтобы они понимали, почему они пьют эти добавки из этого протокола, зачем они их пьют, и какое воздействие эти добавки будут нести на организм, да, потому что протокол — это просто список добавок, это дозировки, это инструкции, как что пить, но в протоколе нет то, что я объясняю сейчас в эфире, да, то есть нету объяснения именно, как работает организм, в отличие там от курсов, да, но в протоколах нету вот этого объяснения, там есть чёткие инструкции, как что пить, как питаться, и что зачем идёт, что для чего, да, но вот именно вот этот механизм, который только что я вам объяснила, причины заболеваний, да, как они образуются, как они распространяются, как они манифестируют, вот этого там нет, и поэтому по большей степени я сделала этот эфир для тех, кто приобрёл комплексный протокол, чтобы они знали причины своих недугов, и чтобы они понимали, что вот эти добавки, да, действительно работают с причиной, а не просто они там устраняют какое-то следствие. в общем, я очень рада, что огромнейшее просто количество, особенно новичков, купили протоколы, которые, в принципе, даже меня не знают, те, кто у меня старенькие, они, мне кажется, покупают вообще всё, всё, что можно, очень я рада, что мне так настолько доверяют, и я вижу результаты, я вижу ваши отзывы, и это очень здорово, очень классно, но повторюсь, что я также безумно рада, что очень много новичков, не зная меня, не зная мой подход, доверились мне, и вот приобрели комплексный протокол, и вот этот эфир, он вам дополнит вот этот комплексный протокол. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь, и я была очень рада выйти в эфир, меня очень давно не было, я постараюсь выходить почаще, сейчас я немножечко разгружусь с обучением, и всё-таки попробую сделать ещё какой-нибудь эфир по вашим запросам. Всё, мои дорогие, хорошего вам вечера, спасибо, нас было единовременно 800 человек в эфире, блин, это очень круто, и я всегда радуюсь, когда люди не безучастны к своему собственному здоровью, знаете, в Дубае здесь я просто кайфую, я когда вижу, что люди занимаются спортом, когда я вижу их продуктовые корзины, блин, мне так по кайфу, я очень, мне кажется, знаете, такой человек, что вот, ну, мне это не безразлично, когда я вижу, что меня вот окружают такие люди, блин, это реально очень круто, это понятное дело, что это мои интересы, это моё там личное увлечение, хобби, и я сама этим занимаюсь для себя, но видеть это всё вокруг и понимать, что я не одна такая, блин, это очень классно. Спасибо, что вы присоединились, и спасибо, что вы меня поддержали на этом эфире. Всё, мои дорогие, я с вами прощаюсь, всем пока. Я эфир сохраню только на 24 часа, вот. Всё, всем пока, со всеми прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok,